ну давай посмотрим что тут у нас 50 шагов уж как-нибудь сами преодолеем да ну и с кулака по воздуху бахнуть это тоже тоже очень хорошее занятие в принципе чего нет то да красотка чудовище зашибись здрасте кто тут на помощь помогите тише спасите хуар ю ну-ка кто это что происходит чудовище чудовище в пещере мы убежали а гюго остался внутри дюга наш брат он остался там помоги нам найди его мы тебя наградим ну добро давай сделаем это а на поговорить я бы обязательно поговорил но хочется кое-что 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 вам рассказать изначально в общем по поводу той деревушки я посмотрел искусственное солнце деревне поставлено в италии под названием веганелла если вам интересно так называется та самая деревушка она в италии окружена альпийскими горами находится находится в долине и поэтому с ноября по февраль там не было света вообще никакого и только вот благодаря зеркалам все стало норм так что на вас напал зачем туда пользу давай расспросим давно со времени полно вы туда полезли мы заблудились да ну в пещере заблудились пророк лебедан ну не все ли тебе равно может мы туда за шампиньонами пошли или просто побродить дюга остался внутри его там сожрут сейчас вот что важно мне я поставил еще немножко я спасу конечно да по базарим еще что нас напала вы видели что на вас напала куда там как только земля начала шевелиться мы сразу к выходу помчались а гюго в другую сторону значит чудовище полезли из земли ну должно быть так а в общем я не знаю мы ведь не присматривались мы ж бежали ну окей так вы чте охранник ладно давай там тупо просить у них сейчас деньги торговаться погнали ладно поможем я поищу его а вы двое ждите тут я конечно мелочный каких-то вопросах да но сейчас это действительно тупо стоять и выпрашивать у них еще побольше денег о медная руда самое время покопать да что ты какая наглая отлично этих убили у меня дико повышенной интоксикации все из-за сраных кикимор за это собственно здоровье падает да да тут монтикор и бы помогла давай выпьем белый мед для то чем мы пользуемся отличный белый мед и ласточку с малинкой самая на так ну посмотрим кстати вот эти яйца кикиморы надо бы наверно сжигать так что понеслась блин мне хочу и находить на еще еще есть тут еще что такое а вот они все спалили до до гуга вы алью это наверно можно ардом пахнуть да так но странно кровостой то это хорошо конечно а где это самый гиган какие-либо следы гигану найти кого смотри на клинке свежую кровь это меч гиган судя по всему не льгарский длинный меч я заберу отучу следы крови юга может быть ранен так ну окей пойдем по следу по следу по следу по следу крови пойдем тепло и сыро и киморы любят когда попрохладнее наверно поэтому они держатся подальше наверно так но подожди еще как бы не обжечься нужна какая-то защита может вен попробовать офигеть подожди квент спадет и потом не будет больно мне нужен был мне нужен был знаете какой квент прокачанный короче который сбавляется от урона небольшого бляха как больно так ладно у меня есть отличное зелье если что еще рафорда замечательно дико горячий источник короче придется медитировать я не знаю там как бега выдержит нет часок без нас хотя значит не обязательно опять маленькой ласточкой все и пошли юга ты тут а я видел воду нам ему норм стоять привет гюга давай поговорим игрок меня прислали твои братья вот и сволочи негодяи ублюдки все сперва бросились на меня а как не справились то прислали разбойника чтобы он закончил дело я вовсе не разбойник я ведьмак а твои братья прислали меня чтобы я тебе помог с чего бы это они вдруг передумали сперва хотели меня убить а теперь помощь присылают от таких благих намерений смердит за милю погоди давай помедлене что произошло меня зовут гюго монар мой отец виктор монар ах вот и отсылка мы с братьями вечно ругались кто из нас продолжит семейное дело вот отец и решил нас сдружить надеялся если мы вместе поработаем то и помиримся разобрал свой дистиллятор на части и три из них спрятал и каждому сказал где спрятана одна часть ну вот когда мои братья узнали что последняя моя деталь где-то здесь то решили что я им больше не нужен и собрались вывести меня из игры мы начали ссориться потом драться на шум собрались чудовище братья сбежали а я помчался вглубь пещеры значит ты пришел за деталью от дистиллятора вот за этой да откуда она у тебя выловил из горячего источника твой отец сумел прятать вещи прошу вот твоя награда здесь немного но обещаю когда я открою таверну получишь персональную скидку вовлю на слове а теперь пойдем твои братья наверняка беспокоятся интересно а действительно он откроет таверну можно будет с ним потом встретиться погоди видишь это мои братья привели с собой каких-то головорезов поджидают меня этого мы еще не знаем ты хочешь сказать что они случайно оказались тут целой бандой да еще и при оружии они хотят меня убить и забрать у меня последнюю деталь дистиллятора спаси меня пожалуйста убери пока не меня не прикончили ты хочешь чтобы я убил твои братья ну их то может и нет но тех головорезов наверняка а братьев ну я не знаю может их просто обезвредить так что будешь меня защищать похоже у меня нет выбора сто крат тебя благодарю я здесь подожду но мы сейчас выйдем они выпендриваться ночную до какой у нас выбор может быть и можно было как-то уговорить похоже это не тот случай что ты творишь учу вас братской любви он сошел с ума держите его что это может быть вот дебилы лучник и гасит самих а я второго брата убил что ли я убил 2 брат ну походу да хотя нет смотри вырубил этого и по заслугам им подлецам может у них не было злых намерений ну да не верю имя владела алчность эти подонки пошли бы на все чтобы отобрать у меня последнюю деталь ну потом ты же их не убил но скоро они очухаются но такого урока им на всю жизнь хватит что будешь делать не знаю восстановить дистиллятор отца теперь не выйдет так что я наверное открою скромную корчму на рынке стану продавать вино а может просто взять и уехать отсюда не знаю там будет видно так или иначе спасибо что помог мне с братьями я этого не забуду да собственно не за что ладно будь здоров пора расставаться удачи тебе чтобы ты не задумал спасибо ведьмак до свидания может быть вы потом не в комментариях конечно напишите что не стоило я рассудил так как рассудил да ну а теперь то уж точно помедитируем только заберем вещи которые нам считаются усе и давайте-ка оценим карту я хочу понять вот это вот вот это вот рассадник чудовище он здесь горит еще он так и будет всегда гореть как думаете как думаете мне нужен пример какой-нибудь пример предыдущих локаций должен понять я должен туда обратно спускаться в рассадник этот водится чудовище которые беспрестанно терзают все округу ну слушай кажется я здесь еще не закончил очень похоже на очень похоже на то что здесь еще куча всего есть хотя он пишет что она наверху рассадник то и бишь ну давайте-ка сходим оценим здесь все может здесь есть еще какие-то яйца знаешь которых я не сжег не спалил а ну вот это ж блех да что ты интоксикация 72 так мне нужно срочно белого меда бахнуть иначе они меня загасит ну он бит замечательно и как бы опять белый мед да с ними только так а еще здесь источник сил насколько я вижу слушай хорошо что мы отсюда не ушли письмо мартина криске рецепт и приключения вихта франкони и шипа письмо поздравляю тебя с наступлением в имперскую академию в кастель гриппианы со всей определенностью ты быстро станешь там одним из лучших академиков однако прежде чем ты отправишься в дорогу в нильгард я хотел бы попросить тебя об одной небольшой услуги фрагмент неразборчив поэтому я разобрал свой знаменитый дистиллятор а тебя дорогая мартина попросил бы где-нибудь хорошенько спрятать эти три части возможно совместные поиски фрагментов устройства которые можно принести может принести им богатство укрепят связующие хузы и закончат навсегда эти глупые раздоры в награду за труды присылаю тебе этот скромный кошелек желаю успеха искренне преданный ВМ ну блин это получается что вот эта вот мартина пошла прятать дистиллятор по просьбе отца и померла здесь от этих вот ребят обидно вместо силы отсюда изливается магия ну да изливается заберем так подожди надо зажать и держать сюда я тупану отлично отлично так ну теперь теперь что мне скажешь а во видишь а теперь она поблекла замечательно замечательно все мы здесь закончили да ну ладно чё ж ты я поверил короче говоря этому парню я полагаю что не зря это сделал дальше уж судите сами здесь есть что-нибудь интересное здесь золотые самородки только хорошо полагаю можно уходить опа а это мы забирали нет это мы не забирали так а а а а а а а латван ну-ка пойди это мы здесь уже все сделали вот эти вопросительные знаки трогать пока не станем тогда да погнали сюда ну видишь как криво получилось у меня это сделать и наконец после того как мы добежим до туда я бегу не в ту сторону мы отправимся во дворец там к кузнецу он выкует нам меч и мы поедем в корову бьянка домой геральту чтобы забрать гроссмейстерский доспех на школы ведьмака о кстати стопы подожди задание ведьмачи охота с сокровищами медведь грифон мантикора во пещеры лебеды а ты где ты же где-то там на востоке да ну ну быть может сначала все таки пойдем туда чтобы если что сделали еще и доспех мне правда кажется что у меня денег не хватит мне там еще нужно будет десять тысяч зачаровальщику отдать потому что я хочу все таки добавить себе эту штуку на меч на железный который увеличивает радиус действия вихрю вы мне долго просили об этом я все время игнорировал потому что не хотел не знаю почему но вот не хотел а сейчас что-то хочу вот прям хочу так что да против людей я поставлю эту штуку так это меня не туда тянем давай направо здравствуйте заказ винодела тут ребятушки очередной ну здравствуй винодел что там у тебя должно быть легко и быстро тот самый ведьмак верно которого княгиня призвала тот самый и никак иначе а ты если я правильно понимаю чего ты от меня хочешь а вы словно мысли мои читаете ну тут вот такое дело эти пещеры в самый раз подошли бы для склада сухие просторные только там поселилась какая-то тварь а ох ясновидец боги свидетели ясновидец так что поможете нам может помогу а может и нет сперва обсудим цену ладно пускай так я я этим займусь разумеется не бесплатно так ты же уже обсудил стоимость ты чего кстати смотри ну мы же заходили уже в эту пещеру и как-то зачали ее даже это вообще то место нет так она подожди здесь вопросительный знак она указана смотри как а это типа заказ вины дела мы просто взяли да получается сказалось как будто бы она уже все зачищено странненько ну ладно давай внутрь внутрь под квеном сыгни надо кошку выпить наверное да да так наверное будет как-то с подручней что ли эликсиры кошечка где кошка 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 ласточка это не то гром кошка вот выпили кошку теперь нам все видно ну и что за чудо-юдо здесь ох ты ж мать привет я попасть на могу шерлея ты ж ядри она боша а а я вернуться не смогу ты посмотри не помню о каком мне знаке может обыгни а нет это знак на тебе работает хорошо что чё гадать короче шарлея это у нас кто реликт 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 значит самом масло против реликтов и арт хорошо на него работает арт я щас выпендриваться не буду и маслица против реликтов то на меч нанесу трупа яд вот реликт на наш серебряный меч опа и а и 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 не его что у вас тут ему бахнет Что-то арт мне не очень-то помогает, знаете ли. Ну отлично, прям под конец действия кошки, это было красиво, это было хорошо, и он сам себя убил можно сказать. Забираю. Ах, я не знаю имеет ли смысл обыскивать эту пещеру, давай быстренько пробежимся посмотрим что тут есть, чего нету. Что-то ведь может быть хорошее, пока пустые коробки и грибы, и кровостой, все. Здесь тоже кровостой и грибы, и тут грибы. Больше ничего, ребят, больше ничего. Один из шарлей, которого мы убили на яблоках. Яблоки, это зараза вещь полезная, так что кушайте яблоки, будете шарлеев убивать. Ну или просто здоровыми, это тоже хорошо. Так, ну привет, вина, торговец, давай 200 крома или 300, или сколько мы там, насколько мы договорились. В пещере жил шарлей, и он уже никого не тронет. Превосходно, я получу склад, а вы мою признательность. Отлично, отлично, давайте сбагрим немножко. Что у нас есть? На 600 монет, что мы можем тебе сбагрить? Мусор мы сможем тебе сбагрить. Мусора, давай, раз, два, три, четыре. Все эти 600 монет хочу забрать себе все равно. Острее кайла тоже, но мне нужны ключи, оставлю. Все остальное продаем. Крашеный охотничий наш, накроете выгромерен герб. Оставлю, естественно. Так, подожди. Деревянный молоток, а тут шпунт. Это мои бочки открывали, откупоривали с помощью этого дела. Щит рыцаря мы оставим. Это дело продаем. А, и все, баблата и нет. У него, я имею ввиду, больше денег нет. Вот это вот можно продать. Вот это можно продать. Закрашенный доспех. Все. Там еще мелочь была, типа бутылки там и проще. 230 монет, да, отлично. И его еще деньги забрали за мусор. Так, хорошо. Платушка, пойди ко мне. Теперь, платва. Теперь. Коли здесь мы завершили свое дело. Мы можем, конечно, по южной гряде пробежать по вопросам. Но я бы хотел, конечно, сюда зайти. Во дворец. Во дворец. Во дворец. Блин. Ну давай, действительно, во дворец. Потом от руин таз хомутно можно будет по этим вопросам играть. Сейчас это не горит. Мне еще Андрей рассказал про квест, который вот здесь вот можно найти. Поэтому мы сюда тоже сходим. Давай, ладно, тогда. Тогда, тогда, тогда. Сначала за доспехами. Да, пошло. Так, правильно я бегу, нет? Нет. Немножко. Немножко прогадал. Немножечко. Ну вот, теперь правильно. Дальше сам платва. А ты за мной. Ты не отступай. Не отставай. Точнее, не отступай. Ну вы поняли, короче. Итак. Восточный берег. Руины дворца. Тормес. Надо готовым быть. Потому что тут, скорее всего, опять будут эти баргистые псы. Огнивые. Поэтому... На вооружение. Короче, я вот вижу, что их здесь уже много, видишь? То, что я им сказал. Каждый раз, зараза. По три пса минимума. Можно фармить на баргистых. Отлично. А, отлично. Ну как бы, фарм получился бы достаточно скупой. Оливку бахну. Ничего нет. Оливка, хорошо. В последнее время я и в реальной жизни стал есть оливки. Маслини. Хотя раньше. У меня тошнило от них. О, хорошо. Ой, хорошо. Заряженным прям добились. Смотри, силу повысили. Так. Ну тут вот все. Я тут уже помню, что тут надо делать. Ну, так всем бахать будем. Ты ни хера тут глупый. Отлично. Зарядили еще. Ах ты ж, сука. Я слышал. Я слышал. Я слышал. Крутой малый, да? Большой мальчик, все дела. Вот так. Все. Нехорошо. Ты скотина. Нехорошо. Ты скотина, а? Зарядили им. И помедитировать. Плюс 50% силы атаки против реликтов. Это масло мы гасанули. Заряда на нем нет, но, кстати, его надо починить уже. Наши золотые с вами мечи. Давай использовать. Раз. Использовать. Два. Использовать. Три. Все. Хорошо. Это дело тоже используем. Сами починимся, чтобы потом не тратить по 150-200 оренов, да? Да и вес немножко облегчим себе. Восемьдесят шагов до цели. Блин, какой классный все-таки этот арандит. Красивый. И волга действует. Ха. Вау. Так, все, медитируем. Часик. Пошли, значит, леса Краберты. Это достаточно страшные места. Особенно ночью. Ух. Пантеры. Ну давай. Там еще одна. Я не зря сказал. Пантеры. Успокоим ее, да? Отлично. Усламление. Пошел, пошел, пошел. 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 Отлично. Но пришлось ласточку потратить. Однако надо учитывать, что я сделал это случайно. Если честно. Да, я хотел грибов поесть, а не ласточку тратить. Пещера, которую упоминал Мертен. Надо бы тут осмотреться. Да, та самая пещера. Хорошо. Надо здесь кошку пить или освещено? Вроде свет есть. Нет, не надо кошку пить. Здесь повсюду карточки с молитвами. Может Мертен тоже такую оставил? Помня об умеренности во всем. И в еде, и в пяти, и в плотских утехах. Ибо тот, кто злоупотребит радостями этими, проснется на утро с великой головной болью и белым членом. Отличные надписи. Не такие надписи ты ожидаешь встретить в всяких таких храмах. Не делай ближнему того, чего себе не желаешь, если только ближний не причинил тебе чрезвычайного ущерба, если не изобиловали подлостью деяния его. Мстить можно, да? Спасибо. Так, что тут за чтиво? Великие лебеда, пошли здоровья моей мамочки. Пусть она поправится и никогда больше так сильно не ужирается. Антуанета. Письма, короче, молящихся. Они приходят сюда и оставляют здесь свои письма с просьбами великой лебеде. О великий лебеда, сделай так, чтобы мои поля приносили обильные плоды. Обереги их от засухи и паводков. Но только мои, а то моему соседу в последнее время и так слишком везет. Вот, Гастон. Можно приходить сюда и просто вот видеть, что о тебе соседи думают. Но сюда пойди-дойди, да? Через этих... Через эти пантеры. Через этих пантер, точнее. Да вообще весь лес Краберт, я говорил, он достаточно страшное место. Всегда говори правду, кроме тех случаев, когда правду говорить вредно. Вот тогда можешь врать. Отлично. И просто это как-то псевдо... Псевдо монастырь. Лебеды. Лебеда, в общем-то, не такие учения вроде как давал. Текст размыт. Уже просил Милители. Ездил к друидам. Все зря. Так может хоть ты, великий лебеда, услышишь мою молитву? Я хочу быть старым, уродливым и толстым, ибо не могу уже смотреть на всех этих красавчиков. Они скучны, как стоячая вода. Я хотя бы стараюсь быть интересным. Квентин. Что? Ясно. Пусть я буду красивая, стройная, соблазнительная и вечно молодая. А эта толстожопая шлюха Мария пусть завшевеет вся. Бабета. Бабета не любит свою подругу. Так, а тут чего? И да поразит гром Жан-Люка, и да пожрет холера его кишки, ибо такого как он распутника и сукиного сына, еще поискать надо, Бастиен. Господи, что с людьми не так? Они приходят в молитвенню просить кого-то, чтобы гасанул, божество гасануло. Лебедан. Благословенно имя твое. Пусть мой сын Юлиан доедет без приключений до Ковера, и пусть уже найдет себе жену. Родовитую и зажиточную. Паскаль. Ты какой хитрожопый Паскаль. Родовитую ему жену, сыну. И чего вот мы ничего не нашли тут? Лебеда. А вот, смотри, одно письмо не прочитали. Молитва Мертена. Ну это, короче, его и не было. Игра заставила осмотреть все. А теперь вот показывает мне молитву Мертена. Седьмое. Фияна. 1203 года. Предай же мне сил, дабы не согнулся я, укрепи меня любовью, дабы не усомнился я. Дай мне силы духа, дабы сумел я оставить позади то, что прошло, и с отвагой принять то, что будет. Я Мертен, воспитанник ведьмачьей школы Монтикоры, начинаю ныне свое паломничество. Здесь, в пещере, в которой пророк Лебеда двадцать три дня и двадцать три ночи постился и предавался бдению, я присягаю, что искуплю все свои грехи и злодеяния, пройду путем искупления и избавлюсь от всего, что связывает меня с прежней жизнью, дабы с достоинством мог я вступить в ряды исповедующих учения наивысшего и называться новым человеком. Посему направляюсь в святилище Лебеды, дабы встретиться там с великим нищим, человеком, который проник в суть учения Лебеды, как никто другой, в этой слезной юдоле, и выслушать его советы и наказы на дальнейшем пути искупления. Мертен написал молитву на обороте чертежа. Видимо, освободившись из тюрьмы, он зашел сюда, а потом отправился в святилище. Отлично. Кажется, Монтикора это один из самых геморройных, блин, доспехов. Теперь нам обратно на север. От винодельной Кастелера Вэлла мы пойдем на север. Тут есть еще один вопросительный знак, мы его возьмем. Можем, конечно, на мост Плекмента прыгнуть, но нет, давай сделаем так, как порешили, да? Слушай, интересно, прикольно. То все доспехи в одном месте, а тут мы пройдем по пути искупления Мертена. И, по сути, совершим повтор его паломничества, да? Обойдем те же места, что и он. Ну, так-то, если посмотреть, Геральта побольше места пошел, чем всякий из них, потому что, по крайней мере, наш с вами Геральт. Он исколесил прям чуть ли не все карты вдоль и поперек. Так, кто тут помер? А, это мы не забрали просто мутагены. Хорошо. Хорошо. Как ваше стадо еще живет, я не понимаю, олени? Вы как умудряетесь выживать? Убегаете, наверное, просто, да? Молодцы. Так и надо, ладно. Что ж. На север так на север. Ну да, от Кастелера Вэлла просто на север пойдем. Раз уж решили, что теперь заднюю давать. Соберу весь сет Монтикоры. Пройду путем паломничества Мертена. Давай, иди сюда. Мне надо бы науказать вот это вот место. Так, все. Пошла. Ночь. Может, все-таки помедитировать до дня? Что-то. Ночью как-то не Камильфо, наверное. Ну, мне... Что-то тут не так. Кто кричал? Геральт тоже слышал, да? Вы слышали? Кто кричал? Найти не могу. Ну, вроде никого и ничего не видно. Это же Баргистов опять. Вот они. Странно, что Баргистов мы бьем... Давай, короче, спрыгни. А то... Платва охереет. Странно, что Баргистов мы бьем обычным мечом. Не, вот. Серебряный взял все-таки. А изначально хотел обычный взять. Ты что, ведьмак, попутал, что ли? Баргистов с псом обычным? Ну, железный меч он достал. Медиши. Может, его мы и слышали? Дневник Алистера Коронарвона. Ну-ка. 26 июля. Не знаешь, где копать? Спроси старую бабку или старого деда. Они все знают. Ну, ясно, что это требует порядком терпения. Нужно еще отделить зерна от плевел. Но это лучший способ узнать местные легенды. Именно так мы и попали в Лиси Ямы, где, говорят, земля горшки родит. 28 июля. Мы открыли участок винодельния на границе Лисих Ям. Но нашли там вовсе не горшки, а эльские погребальные урны. Похоже, деревня стоит на территории старого некрополя Айн-Ситхе. Это кладбище, на первый взгляд, родом из эпохи до первой высадки. Так что могилы могут быть полны драгоценностей. Ведь античные эльфы хранили своих умерших вместе с большими богатствами. Правда, мы уже выкопали несколько подсвечников. Но я уверен, что если мы будем копать глубже, то найдем значительно больше. 12 августа. Сегодня мы начали копать в новом месте. Матиас увидел в земле прекрасно выполненную камею. А когда он до нее дотронулся, оказалось, что она торчит из кулака скелета. Ансельм пытался над этим пошутить, но скоро нам всем стало не до смеха. Яма была полна эльфских скелетов. Мужчин, женщин, даже детей. Тела были перемешаны, у многих отсутствовали головы, а у детей раздавлены грудные клетки. Что тут произошло? Уже вторая бессонная ночь, кровь, плачь, крики. Просыпаюсь в холодном поту, засыпаю на минуту и снова то же самое. Я сказал ребятам, чтобы закопали яму. Мы бросили туда эту проклятую камею. Ее место в земле вместе с этими жмуриками. 16 августа. Ночью пропал Матиас. Никто не видел, как он выходил из лагеря. Его вещи остались на месте. Ансельм говорит, что нужно взять с него пример и бежать отсюда, пока мы еще живы. Но я... Я не могу этого так оставить. Эти ямы полные костей. Ансельм прокричал мне в лицо, что я сошел с ума, но я должен кому-то рассказать, что мы здесь нашли. Говорят, в руинах Термеса есть какие-то археологи из Костель Грепиана. Осталась запись, залитая кровью. Ну, в общем-то... Лотушка... Пуко... Погнали, родная. Попробуем до туда дойти, посмотрим, что там. Слушайте, вои. Лучевой. По правой рукой от нас. Ох ты ж, мать. Стреляют. На полный иммунитет от яда. Так-то... Нет. А, ну да, от яда, да. От ударов нет. Сюда. Иммунитет есть от яда, но от удара немножко больно становится. Смотри. Хорошо. Мне надо... Что? Мне надо... Иволгу бахнуть. И лечиться. Хорош ты, ну. Давай, подлечи меня еще раз. Хорош. Архиспоры, сразу. До свидания. До свидания. Именно так. Архиспоры мощные. Мы, кстати, взяли какой-то чертеж еще, смотри. Туссенского рыцая. Доспех туссенского рыцая. Ну, что, тут больше ничего, да. Нет, что-то есть. Смотри. Тише. Письмо на старшей речи. Приветствую тебя, дорогая матушка. Пишу тебе накануне Медоэта, как и обещал. Надеюсь, что ты в добром здравии. На самом деле, у нас немногое изменилось с вашего отъезда. Вопреки твоим ожиданиям, нам очень хорошо живется с людьми. Они так привлекательны своим страхом перед смертью. Кауль, Фион, представь себя. Призналась Блатхнейт, что ее... Блат... Блат... Блатнейт, наверное. Каил, Фион, представь себе. Призналась Блатнейт, что ей очень нравится Арно, сын Мельника. Лично я ничего против этого не имею. Но знаю, что у вас вдоль Блатена об этом и подумать нельзя. Я собираюсь как-нибудь навестить могилу Маулс... Маулс... Да, я знаю, ты этого не одобряешь. С каких-то пор Айн Ситхэ интересуются могилами своих близких. Однако, живя среди людей, по неволе перенимаешь кое-что из их обычаев. Случайно я выяснил, что люди собираются расширить деревню как раз в сторону Креванкарн. Не знаю, лично мне это не мешает, но... Блатнаит... Блатнаит... Господи, я не могу это читать. Блат... Блатнайт... Ты знаешь, подняла крик, что это профанация и что почему бы им не найти место еще где-нибудь. Надеюсь, это не приведет к какому-нибудь большому конфликту. Нам здесь так хорошо. Остальное письмо неразборчиво. Ну, в общем-то... Что-то в итоге-то пошло не так. Так, 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 так. 300 метров. До цели. А мы в итоге побывали на вопросительных знаках. Мы можем как бы еще и вот эти собрать. Ну что-то... Даже не знаю. Я могу вот сейчас вот так, 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 так пройтись. Давай, собственно, давай, ладно. Здесь просто мне кажется, что здесь форт, понимаешь. Давай, ладно. Поехали просто назад, поедем и все. Пройдемся вот этим путем вопроса. Дорогой вопросов. Почему нет? Все равно этот вопрос когда-то закрывать надо, да? Почему не сейчас, если она так хорошо играется? А, ясно. Почему нет? Потому что разбойники. Нет, нет. Ну, кто не звать? Ребятки! Вали его! Вали его! Отсоси, замерти! Ты его ушляпал до смерти убил! До смерти убил, конечно. И тебя я сейчас до смерти убью. Ох, ты ж пиздюк, а. Ты его, говорит, у шлепок до смерти убил. Он, явно, на кусок. Смотри, что понаделали. Там есть еще, ребят. Которые, видимо, тоже хотят. Привет! Привет! Блин, да почему Ивелга-то? Во! Это я два раза Иву купил. Во, дурачок. Я думал, я Рафарда выпил. Там я полечился за счет своего скилла, да? И адреналина. А потом... А потом выпил два раза Ивелгу. Все очень просто. Так что мы сейчас... Помедитируем, хер ли. Деревню люди вернулись, дети вон. Промеж трупов бегают. Все нормально. Трактир, песик, хвост открылся. Кровинушку убираешь. А кто так любезно все здесь в... В мешочке запихивает интересную? Если не зачем жить, живи на зло другим. Спасибо. Давай в трактир зайдем. У нас перегруз. Сейчас продадим все. Все, что найдем. Все, что сможем, точнее. Так. Подойду-ка я к тебе, мадам, поближе. Трактирщица. Хвала святому лебеде! Это он вас не спасал нам в избавление! Да-да. Нет, я просто ведьмак, я здесь случайно оказался. В том и есть умысел пророка. Он вас вел. Он ваши стопы сюда направил. Ай, да не важно. Ну раз так. М-да, пусть так и будет. Геральт. Геральт из Ривии. Геральт. Чудное имя. Такое... Благочестивое. Пить хотите? А может покушать что? Может что, да. Посмотрю. У него карты есть. Гарпия. Собираю. Ух ты! Смотри. Ачивочка. Ачивочка за карты. Ну-ка. Все карты для Гвинта, доступные в базовой версии игры, мы собрали. Ребята, вот это неожиданно. Вообще-то очень неожиданно. Мы собрали все карты из базовой игры. То есть, мы не собрали только колоду новую, да, с Келлиги, получается. А остальное все мы понасобирали. Это хорошо. Очень вообще-то хорошо. Так. Я не продам ей мусора на 8 тяжести, так скажем. Подожди, а что это? Баклерская серебряная в двухсеном. Упакуй. Наверное, не продам. Черт знает. Но что-то тяжелое есть, понимаешь. А может, и продам. Сейчас смотрю. Хотя, сейчас... А, вот, серебряные шкатулки можно сбагрить. Смотри, опа. Уже хорошо. Вот, можно золотые попробовать. Да, золотые шкатулочки две штуки. Да, они дорогие, конечно. Дорогие. Но и весят что-то. 17 сотых. Это ерунда. Что тебе скинуть такого? Ложек я понабрал, бляха-муха. Книга. Мусор. Раз книга мусор, книгу продаем. 5, 13, 54. О! 54, 77. Опа. Еще на одну единицу. Кружки. Ложки. Сейчас ложек продадим. Будет 73. 173 я имею в виду. О, видишь, уже 173. Хорошо. Опа. Цепь. Смотри. Минус еще 2. Хотя нет, минус 1 почему-то. А почему? А, это общий вес был указан, наверное. Да, наверное, так. Пергамент. Так, это что у нас тут? Тупая метеоритная секира. Почему такая легкая? Ржавый боек молота. 100. Все. Хотел сначала тяжелую продать. Мало ли у нее денег не хватит просто. А потом все остальное. Все. Все. Теперь точно денег у нее нет. Хотя мы можем у нее купить... Ту же наливку из Мандрагоры за 700. Махакамский спирт. У нее, собственно, денежки-то сразу появились. И мы тогда продаем тебе что? Продаем все остальное, хер ли. Раз. Два. Особенно дорогое. Декоративный щит. То есть на вещах декоративных пишется, что он не декоративный, да? Обычный предмет написано. Странно. Вон. Все. Как раз на все деньги понапродавали. Это у нас еще мусор остался. Это мы еще и алкоголь взяли для алхимии. Давай, давай. Сейчас я денек посплю здесь. Денек, в смысле, часок. Ну, поспал два часа, ладно. До полудня. Точнее, не поспал, а помедитировал. Так, следом идет. Следом идет. Следом идет. Вот этот вот вопросительный знак. Нам бы все-таки до кузнеца. Знаешь, я, пожалуй, схожу. Не хотел я этого делать. Хотел мантикору сначала собрать, но я все-таки схожу сюда. Потому что, ну, мне не хватает места. Мне надо продавать. Так что, посольство Невгарда, идем к кузнецу. У него денег много, мы ему сейчас все левое продадим. И будет нам счастье. А вот доспехи волка пока брать тогда не стану. Их уже потом. Когда вот мантикору сделаем, да, посмотрим, че как куда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok